Известное алтайское предприятие Zias Machinery в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» работает уже несколько месяцев. Генеральный директор предприятия Константин Денисенко рассказал, что благодаря внедрению технологий бережливого производства производительность труда увеличилась более чем в два раза. Соответственно, разработали свою собственную производственную систему, которая выдает электронное сменное задание каждому работнику. С минимальной дискрецией по времени человек каждые полчаса знает, что ему делать. Он знает, какую продукцию ему нужно выпускать сегодня, в первой половине дня, во второй половине дня, с какого участка на какой передавать. На площадке центра «Мой бизнес» создана фабрика процессов. Здесь проходят обучения руководителей предприятий, участников национального проекта. По словам губернатора Виктора Томенко, основная задача национального проекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда на предприятиях региона не менее чем на 5%. Мы как раз тот регион, который может показать и доказать, что это дело действительно работающее, эффективное, дающее результат, вполне способное к реализации в любом регионе нашей страны. Ну и, а значит, полезное, и значит, затраты, связанные с реализацией такого национального проекта, будут вполне оправданы. Суть бережливого производства состоит в оптимизации бизнес-процессов и выстраивании системы управления предприятием, нацеленной на постоянное устранение всех видов потерь. Благодаря фабрике процессов руководители учатся устранять эти проблемы буквально своими руками. Конкурентная среда изменилась, глобализация, и есть возможность поработать со своей себестоимостью, мотивирует для участия в проекте, и, на мой взгляд, бизнес активно и осознанно принимает участие в проекте, а это гарантирует нам то, что они не бросят на полпути начато, и к 2024 году будут продолжать и развивать свои производственные системы и повышать свою эффективность. Напомню, принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей. В Алтайском крае таких предприятий 98. Участники проекта получают доступ к технологиям бережливого производства, к специальным программам обучения, а также мерам господдержки. Еще одним слагаемым национального проекта является поддержка занятости и возможность проводить переподготовку персонала. Владимир Токмаков, Роман Хайрулин, Новости.